Девушки отдыхают Обитающая в районе острова Хинченбрук, эта рыба с похожими на перья шипами и расцветкой под зебру не может не привлекать внимания. Она выглядит довольно безобидно, но, как и в случае со многими обитателями Большого Барьерного Рифа, к ней лучше относиться с опаской. Как и у рыбы камня, шипы, украшающие спину рыбы-зебры, чрезвычайно ядовиты. Она не использует их для охоты. Ее шипы несут защитную функцию. Они нужны, чтобы отражать нападение. В то же время она успешный охотник. Используя свои веероподобные плавники для отвлечения внимания, она подпускает любопытную рыбку поближе. А потом внезапно атакует. Она открывает свой большой рот и проглатывает рыбу целиком. Все это часть драматичного цикла жизни Рифа. Которая никогда не останавливается. Самая распространенная змея Большого Барьерного Рифа — оливковая морская змея. Эта почти двухметровая змея отлично приспособилась к жизни в лабиринте коралловых рифов, которые опоясывают остров Лизард. Змеи предпочитают держаться поближе к острову и редко отправляются в открытое море. Несмотря на безобидный внешний вид, они очень ядовиты и способны убить человека. Благодаря хвосту в форме весла оливковые змеи отлично плавают и могут по несколько часов не всплывать на поверхность, чтобы подышать. За змеей тенью следует ее напарник — коралловый группер. Эти двое образовали неожиданный союз, где групперу достается добыча, которая ушла от змеи. Закадычные друзья — они могут вместе часами охотиться за добычей. Оливковая змея денно и ночно находится в поиске маленьких рыбок. У нее не так много врагов, но один из них — тигровая акула. Несмотря на всю свою ядовитость, с тигровой акулой ей не справиться. Не все змеи Большого барьерного рифа обитают в воде. Многие давно облюбовали для жизни его острова. Самая крупная из местных змей — это ковровый питон. Питоны водятся в тропических лесах, растущих вдоль кораллового берега, а также на островах. Этот трехметровый питон патрулирует свой домашний остров в поисках лягушек, ящериц, птиц и мелких млекопитающих. Ему комфортно ползать не только по камням и деревьям, но и на открытых пространствах, например, среди листвы вдоль береговой линии. Питоны не ядовиты. Свою жертву они душат, а потом проглатывают ее целиком. Как и большинство змей, питон обычно нападает из засады, дожидаясь, когда жертва будет проходить мимо. Пробираясь через подлесок, питон находит маленького валаби. Он подползает все ближе. Но малыш почуял опасность. Валаби всегда на чеку. Поэтому ему удается вовремя уйти от питона. Питоны обитают в тропических лесах, где не бывает недостатков пищи. Этот островок Большого барьерного рифа – настоящий рай для змей. Как его заклятый враг питон, квинсленский скальный валаби считает остров своим домом. Эти уникальные валаби прекрасно устроились на одном из островов Большого барьерного рифа – Магнитном острове. Маленькие, юркие, но крепко стоящие на ногах, валаби обитают среди густой растительности и огромных валунов, с которых они могут любоваться чистейшими водами рифа. Их скромный окрас позволяет им легко сливаться с каменистым ландшафтом. Они не любят далеко путешествовать и предпочитают жить и размножаться в привычной среде. Их мощные задние лапы отлично приспособлены, чтобы быстро передвигаться по пересеченной местности. Именно способность скальных валаби прыгать по большим валунам отличает их от других валаби и семейства кенгуру. Благодаря сильным лапам и хвосту валаби почти удается преодолеть гравитацию. Они без усилий перескакивают с камня на камень. Их задние лапы обладают толстой и зернистой подошвой, которая позволяет им цепляться за гладкие и наклонные поверхности. А длинный хвост в движении работает как руль и балансир. Эта любящая мать оберегает своего любопытного малыша от неприятностей. Он остается в ее сумке до полугода. Мать часто прячет малыша в скальных расщелинах, когда отправляется на поиски пищи. В возрасте одного года валаби станет полностью независим от матери. Квинслинские скальные валаби с магнитного острова принадлежат к многочисленным удивительным существам, которые считают большой барьерный риф своим домом. Хотя грибнистые крокодилы предпочитают жить в реках, порой они отправляются в море, чтобы посетить соседние острова. Иногда решение уплыть в открытое море бывает вынужденным. Из-за того, что крокодилы – агрессивные территориальные животные, часто взрослые хищники прогоняют молодых, и тем приходится перебираться из рек в океан. Эти прекрасные пловцы одинаково хорошо чувствуют себя как в море, так и в солоноватых местных реках. Вернемся на берег, где группа взрослых крокодилов собирается уплыть в море, чтобы полакомиться своим любимым блюдом. Они отправятся на особый остров, где вот-вот вылупятся маленькие черепашки. Грибнистые крокодилы Большого барьерного рифа могут преодолевать сотни километров. Они способны долгое время находиться в море, обходясь без воды и еды. Используя океанические течения, они могут плавать на довольно большие расстояния. После утомительного путешествия голодные крокодилы наконец доплывают до острова и отдыхают в предвкушении Большого ночного пиршества. С заходом солнца тысячи маленьких черепашек начинают свой путь к морю. Благодаря инстинкту крокодилы способны идеально подгадать время своего прибытия на остров. Не подозревая поджидающей их опасности, черепашки со всех ног устремляются к океану. Крокодилы спокойно лежат в ожидании, когда добыча сама от них придет. И пока одни черепашки успешно добираются до воды, другие попадают прямо в раскрытую пасть крокодила. А нелегкая добыча. А пир будет продолжаться почти всю ночь. Но в жизни есть место удачи. Этим черепашкам повезло. Они вылупились в нужное время и смогли добраться до воды, избежав всех опасностей. Глубокой ночи, когда хищные птицы отправились спать, а крокодилы уплыли в усвояси, путь в коралловое море.